Здравствуйте, друзья! У нас сегодня 27 декабря, солнышко светит хорошо, и даже не холодно, в общем-то. Хотя, конечно, зима, сами понимаете. И вот поговорим мы о том, что люди поют всю жизнь те песни, которые пели в молодости. Ну вот, когда настроение хорошее, там, мурлычат, напевают и так далее. И вы скажете, а с чего вдруг такая тема? Навеяло мне это все, когда мы были пару недель назад в Майами, и там я показывал несколько ресторанов русских, в которых мы там обедали или ужинали. И были такие критические, даже не то что критические, насмешливые такие комментарии, что вот, мол, посмотрите на этих людей, мол, иммигранты, типа второй сорт люди, они до сих пор живут в своих, там, 90-х, они живут, они никогда не ушли от своих, там, 70-х и так далее, и так далее. Посмотрите, какую музыку, там, у них исполняют эти оркестры. То есть, я не знаю, видимо, они должны были, с их точки зрения, какую-то попсу современную, там, я не знаю. И я обещаю им всем, вот этим вот, что они тоже от себя никуда не уйдут. Я вам гарантию дам, что ваши дети и ваши внуки будут петь совсем не ту, или слушать совсем не ту музыку, которую в их возрасте, там, пели и слушали вы. Это, как бы, ну, настолько очевидно, что даже, как бы, нет смысла, там, много копий на эту тему ломать. Человек пришел в ресторан, он чего-то хочет из того, что в молодости было. В нашей молодости, например, ну, вот, Высоцкий был, это было такое, ну, большое явление, знаете, Высоцкий был необычным таким, внесистемным, можно сказать, чем-то. Он больше существовал на магнитофонных лентах, нежели, например, там, по телевизору где-нибудь, хотя тоже бывало, да, там. Был кинофильм «Вертикаль», такой он, там, четыре песни пел, и вот тогда вся страна узнала, что до этого его знали только те, у кого были магнитофоны, и они там как-то, вот, имели эти записи. Высоцкий. В наше время был, ну, Битлз, ху-у-у, да, это было, это было нечто. Битлз, ну, кто увлекался, вот. А так, конечно, там, ромашки спрятались, поникли лютики, да, вот это, сколько хоть из кинофильмов, там, Пугачёва была популярна, я не знаю, там, в каком-то поколении, «Машина времени», вот эти вот, вот они там, значит, они, соответственно, гремели, имели популярность. Конечно, там и Кобзон там был, и ещё там, бог знает сколько, народу совершенно замечательного, и, может быть, не такого замечательного, но партийно, такого, одобренного. Я, когда смотрю на вот маму свою, она, мама у меня была певучая, очень хороший голос, и очень музыкальная, она в джазе играла на ударных студенческие годы. И вот мама, значит, у неё Шульженко, в их поколении, Шульженко, Утёсов, там, не знаю, ну, из классического, там, скажем, там, Лемешев, такого плана, да, там. И вот у них какие-то свои были там люди, и я застал живьём, ну, вот Лемешева с Козловским не помню, застал я или нет, честно, честно, не помню. А вот, допустим, Утёсову и Шульженко я застал. Их периодически показывали по телевизору для тех, кто, ну, помнит, и, так сказать, и любит, и так далее. Вот мои родители, они, мама особенно, она вот прямо там таяла, когда это всё смотрела. Я имел возможность это видеть своими глазами, ну, наверное, не такими, как они молодые были, но всё-таки. Ну, ну, хорошо, ну, ну, я не знаю, но я не думал от этого, что, допустим, мои родители, они какого-то неправильного сорта или вообще какие-то не так, ну, вот, как бы в этих в комментариях, которые там люди, да, смотрят на тех, кто постарше, на тех, кто, там, слушает ту музыку, которая была в те годы, когда они были молодые. И, типа, вот какие-то отставшие от жизни выпавшие люди и так далее. У меня, например, такого никогда не было. То есть я понимал, что это музыка определённого поколения там и так далее. А дедушка, мамин папа, он был тоже очень музыкальный и очень певучий. И вот дедушка, он уже, знаете как, он был Непманом, ну, таким каким-то, видимо, небольшим там, в молодые годы, когда вот разрешалось. В 20-е. И у них тогда водились денежки, они были молодые, с бабушкой ходили в рестораны, там какие-то фотографии совершенно потрясающие. У них, кстати, какие они такие шикарные. Вот. И вот дедушка всегда напевал и мурлыкал песенки, которые были вот тогда. В основном вот такой репертуар, который по ресторанам был, вот насколько я понимаю. Конечно, были пластинки там тоже, но вот это. Там, Софочка, София Павловна, София Павловна, где вы теперь? Готов я жизнь отдать, чтоб Софу увидать. Видать, Софочка, где вы, да там, пфу, пфу, пфу. Вот. Вот эта вот мелодия так, она как-то присутствовала в разных вариантах. А вот, допустим, уже Вертинский, это было больше к поколению, допустим, может быть, моей мамы, чем дедушке с бабушкой. Так, по исполнению. Я просто к чему рассказывал. Я пацан был, и я с замиранием, с восторгом вот это все впитывал, потому что это было так интересно, это было так необычно, это было так здорово. Это вот, понимаете, через поколение, и эта история, и это же наша страна, это наша культура, этого же нет больше вокруг. Его же нет, понимаете? И вот если ты от этих людей не услышишь там, так ты и знать не будешь. В общем, да. К чему я говорю, что люди поют вот то, что пели в молодости, в любом возрасте. И их кумиры, они стареют вместе с ними, уходят из жизни вместе с ними. Они не меняют кумиров, кумиры, там, скажем, 14-летних, вот это вот попса. Это для 14-летних. Это не для тех, кому 35, и не для тех, кому 60, понимаете? Это вот, хотя, безусловно, есть очень талантливые исполнители, есть настоящее шоу великолепное и так далее, но мы не поем их песни. У нас есть чего, у нас вот сидит там с тех пор какой-то такой механизм. Я уж не знаю там психологии, физиологии и там что там еще к этому могло бы относиться. Но, ну, по факту я могу констатировать. Поэтому, с одной стороны, я хочу сказать, что совершенно неуместно как-то так вот демонстрировать собственное жлобство. Вообще, по любому поводу демонстрировать жлобство неуместно. Но уж по поводу того, что люди, допустим, с тобой не одного возраста, и они, допустим, находятся в своей возрастной группе, а не вдвоей. Вообще, есть такие, да. У меня часто, знаете, бывают какие-то люди напишут, вот там старик, там чего-то, там это старый, или там что-то. И я думаю, боже, все-таки много дегенератов на свете. Они активны, они вот... И вот этот дегенеративизм проявляется в самых разных форматах. Вот, ну, в частности, вот, допустим, непонимание, неуважение, непринятие того, что люди не обязательно должны любить ту музыку, что любишь ты, например. Или что они с тобой могут быть разного возраста. Это не делает их хуже. Ни если они моложе, ни если они старше. Абсолютно не делает. Да, так что вот, возвращаясь к музыке, к песням и так далее. Друзья, пойте, что хотите, когда хотите и где хотите. Вот, а если кому-то не нравится, то пусть обращается к психотерапевту. Ему дадут таблеток, и он станет спокойнее. Вот и все. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...